Движение крови в сердце и в большом и малом кругах кровообращения организуется благодаря попеременному сокращению предсердий и желудочков сердца. Огромное значение для правильного кровообращения в сердечных камерах имеет клапанный аппарат сердца. Он состоит из клапанов двух типов – створчатых и полулунных. Поскольку клапаны каждого из этих типов устроены и работают сходным образом, рассмотрим их действия и строения на примере правой половины сердца. Венозная кровь большого круга кровообращения, поступившая по полным венам в правое предсердие, сокращением его стенки изгоняется в правый желудочек. При сокращении предсердия створки клапана потоком крови смещаются в сторону желудочка. Когда желудочек начинает сокращаться, в нем увеличивается давление крови, которое и заставляет створки клапана отклоняться в сторону предсердия. Соприкасаясь друг с другом свободными краями, они полностью перекрывают предсердно-желудочное отверстие. Напряжением сосочковых мышц и сухожильных нитей створки удерживаются в таком положении, не выворачиваясь в предсердие. При сокращении желудочка в то время, когда створчатый клапан перекрывает его сообщение с предсердием, поток крови устремляется в легочный ствол, отбрасывая складки к сосудистой стенке. При расслаблении желудочка диастолия, давление в его полости падает, и столб крови, ранее выброшенный в легочный ствол, стремится вернуться в желудочек. При этом происходит быстрое заполнение трех карманов, образованных складками клапана. Свободные края клапанов смыкаются и перекрывают просвет сосуда до следующего сокращения желудочка – систолы. Для нормальной работы тонко устроенного клапанного аппарата сердца очень важно сохранение геометрических параметров и эластичности его компонентов.